всем здрасте сейчас маленький обзорчик сделаем я вам покажу эти все клеточки свои вольерчики какая птица кого заселил сюда немножечко расскажу с последних новостей немножечко вам так скажем расскажу о нелегком труде о ценах на все и о потерях и о приобретениях и такое вот видео у нас получится в общем здесь как вы помните у нас живут мускусные утки изумрудные черные которые здесь эти французские утки крякалки живут и здесь я поселил сюда еще галашейного петуха этого и вот курочек таких они такие и с хохлатые и лохматыми ножками в общем здесь 4 курочки они сейчас будут нести яйца так понимаю ну и здесь живут пара павлинов друзья мои папа про павлинов я совершенно с вами согласен что они живут у меня не супер-пупер условиях это такая прям птичка царская так скажем она но я вижу как каких условиях они в некоторых зоопарках живут поэтому здесь у меня еще отлично с моим рационом и то что я стараюсь их и выгуливать и выпускаю их на травку они бегают в общем если бы была возможность то естественно были бы у них отдельные апартаменты очень большие широкие площадь уха хороший но так как вообще содержание павлина это не запланировано мне я уже не раз рассказывал что подарили вот пау и как бы человек меня хорошо очень знает он смотрит мойка а можете не смотрит я даже не знаю если честно не буду говорить в общем любом случае это подарок я ее не мог не перед передарить не продать кому-то и пришлось ей докупить вот петуха павлина чтобы она не включала в прошлом году у них были яйца но яйца были пустые а в этом году я надеюсь будут уже оплодотворены но посмотрим было бы возможность естественно я бим достроил какой-то новый вольер но пока что имеем то что имеем но здесь им уютно хорошо они со всеми ладят никого не обижают их никто не обижает вот новые жильцы коры и все окей в них я их периодично выпускаю естественно гулять на траву и они бегают себе павлин хвост распускает да он их клетки распускает он у него пока что и не счета не такой сильно большой еще некоторые объявления есть друзья есть вот этих уточек которые черные изумрудные яйцо свободное сейчас я еще нигде они объявления не выбрать не скидывал никуда никому не рассказывал еще в принципе не в фейсбуке не и на уиксе так что в комментариях оставлю номер кому интересно цена очень интересная цена намного ниже чем мускусных уток белых а утки крупные утки очень красивые радует глаз очень классно переливается на солнце зеленым сейчас солнце нету вот так крупнейший с такой черной маской по размерам он ничем не уступает белому таку поэтому вот так вот заказывайте и есть еще яйцо тоже нет недорогое вот этих французских уток кряколок они намного крупнее чем башкирки хорошо несутся от двух уток каждый день два яйца поэтому звоните заказывайте они такие упитанные круглые классные единственное что здесь мне не нравится в этой клетке вот этот парень и вот этот они постоянно дерутся сегодня у них не было конфликта но вчера позавчера и что самое интересное то этот побеждает и этого бьет обижает и гоняет а второй день вот этот этого это конечно страдает больше немножко он его общипал но мне некуда их переселить точнее мне есть куда переселить я надеюсь что они поладят я не хочу их засаживать туда в курятник вовнутрь потому что они разводят там болото еще бегать каждый день убирать уток это придется убирать каждый день я не хочу поэтому я их уже попросил чтобы они ладили не дрались я надеюсь они меня услышали так что номер оставлю друзья по этим и по этим уткам можете обращаться по яйцу утята кстати появляется уже уже четыре утенка от этих уток оплод у них стопроцентный я уже проверял у этих уток тоже должен быть оплод шикарный у них топчет очень очень регулярно у него их всего две поэтому проблем с оплодом не должно быть так что еще здесь рассказать а вы видите здесь я им травы сегодня нарвал уже есть возможность рвать своим птичкам траву это очень хорошо это экономия корма это лучше яйценоскость поэтому трава это очень-очень даже хорошо покажу еще эти корочек которых я отселил будет у них очень интересные цыплята я не сказал почему да я отселил потому что этого петуха обижают чтобы немножечко освободить курятник там много большое по голове птицы да еще одна очень очень приятная новость собачка съела утку дальма просунула утка сюда вот голову она сама туда не пролезла ну ее затащили туда в общем нет утки она знает что она виновата она прячется постоянно от меня теперь остались корочки причем утка неслась в общем друзья сейчас немножечко вспахал я здесь вот этот участок засеяли мы люцерной приходила мама помогала папа засеяли полностью этот участок люцерной я надеюсь что она зайдет и все будет хорошо я вас спросил опять пошла жара сейчас в общем хочу вас предупредить если вы еще не занимаетесь хозяйством птиц и птицеводством но но планирую ой господи но планируете 300 раз подумайте потому что это не для слабонервных собака съела утку в прошлом видео рассказал индюшка садись и села сидела на яйцах пару дней осталось не досидела встала пошла вот такие дерутся утки не несутся у индюков этих оплот очень плохой отправил яйца человек не написал на вайбер сбросил видео что яйца пустые отдал деньги назад за белых у красных такая же ситуация сейчас с красные вообще очень интересные красный бурбон 100 процентный оплот люди отписываются все хорошо второй раз 50 60 процентов оплот третий раз полный неоплот и опять сто процентов и вот это получил деньги за яйца потратил их на корм там купил корма купил там рыбной муки овса на вес много денег уходит купил стартового корма запланировал себе прошло пару дней человек отписывается что не оплот в общем деньги я себе вообще запланировал что в этом запланировал себе что как-то намного выгоднее мне в этом году все будет и будут какие-то даже заработки но почему-то мне не получается я веду подсчет хотя есть спрос на инкуб яйцо причем и на куриные на утиные индюшины и причем я даже не справляюсь заказами но по подсчетам это наверное скорее всего из-за того что цены на корма такие и второй фактор это из-за того что такое вот так скажем такие торговые отношения у меня таки договор такой что если оплот 2 если не оплота деньги возвращают потому что часто встречаю что там люди отправляют допустим 10 яиц с них 3 оплот они говорят ну это по дороге струсилась но вы плохо просветили но вы там в общем смотрел прямо видео в фейсбуке он разбивает он говорит так вон штамм немного кровь было ну такое число честно и поэтому что у них все в плюсе или же там да за человек берет 20 яиц 10 яиц оплот ну это шикарный оплот говорят там а яйцо стоит на секундочку 70 80 некоторых даже 100 гривен так него я считаю что с 10 и 7 минимум 8 это хорошо 10 это естественно 100 процентов это вообще отлично но не меньше чем 7 с 10 допустим 70 процентов должен быть оплот и говоря уже там про вывод это уже отдельная ситуация поэтому если меньше то за не оплот я возвращаю деньги на карту причем в тот же день когда мне написали и вот вчера буквально я яйца белых индюков отправил пока что бесплатно 20 штук и красных 10 штук тоже бесплатно человек отпишется есть ли оплот нормальный оплот если он вообще и мы будем потом уже как-то решать этот вопрос денежный так скажем за сколько он заплатит будет ли он какой оплот так что не угадаешь я ж не знаю что с ними он как-то получается один период нюк активный ну я не знаю почему так может он с одной индюшкой спаривается второй не спариваются то одна несет не знаю честно на первый раз такое я всегда содержал всех индюков вместе и никаких проблем с отходов не было но вот здесь решил вот так и думал что будет все хорошо но пока что не совсем поэтому такие вот расстройства со всем этим расстройство это какое-то слово не с этим связано это понимаю так что такая вот ситуация у нас такая вот история да не сказал здесь пита пинта живут петух и курочка жила 4 были 4 куточки осталось 3 уточки потому что одну собака съела две уточки с трех несутся третья не несется индюшки 3 несутся с четырех причем они индюк их спаривают не знаю посмотрим этим тоже травы нарвал пойдемте дальше сейчас покажу вам пигунков расскажу что почем я надеюсь мы как раз посадили и дождик пошел первым теплом когда уже потеплеет я думаю все зайдет все и все будет нормально с лицерной семена те у меня лежат уже не один год я не думаю что что-то с ними случится а там посмотрим так здесь у нас бегунки бегунки несутся две уже уточки сегодня снеслись до этого одна не слазь ждем от следующих и потому что есть много заказов по их функционам и бегунки у меня такие вот разноцветные все красивые нету практически одинаковых на заднем плане вот так работает селезень мускусной утки молодой здесь есть сюда еще переселил вот этого петуха хохлатого и выбрал для него 5 хохлатых курочек хохлатых чисто хохлатых без лохматых лад без ничего просто хохлаток здесь семья хохлатых хочу собрать них яйцо даже может кучка к это сядет буду ставить под кучку буду класть под кучку правильно сказать так что вот такое вот здесь также можете записываться еще на инкубационное яйцо бегунков кому интересно цена тоже небольшая ниже рыночной поэтому записывайтесь этих кур я сюда переселил почему потому что тут больше свободного места опять же чтобы разгрузить курятник если тот галашейного того галашейного обижает то этот обижает всех остальных поэтому он удостоился так скажем тоже один апартаментов со своими дамами вот такими вот красотками а мускусных уток здесь семья у меня была я отсюда убрал потому что вот этот придурочный бегунок селезень топчет мускусных уток я не знаю что с него получится я даже представить не могу что но он действительно у него получается их топтать он подходит на самый хвост так скажем потому что она больше чем он и делает свою дну это просто я как увидел раз потом второй раз и срочном порядке их отсадил те уточки еще молодые они еще не несутся я надеюсь что не получится никакого там плода от этой любви потому что это катастрофа я даже представить не могу что это будет за уродство ходячий мускусный бегунок мне интересно посмотреть какой оплот с этими вот у тебя они а он еще за мускусов заглядывается на мускусах сейчас покажу еще мускусов все мускусы мои отдельно убрал их оттуда от кор потому что они ходили к соседям я по-моему уже в каком-то видео рассказывал тоже начинал один селезень и две уточки ходить к соседям по кругу там у них открытый лаз этот и одна уточка пропала в общем я спрашивал ничего не ответил сказали что нету в общем не будем нету этой утки сам виноват не надо было надо было сразу и закрывать честно я такой злой на эту всю ситуацию поэтому я же говорю если хотите заводить вот такое вот хозяйство 300 раз подумайте ну что тут бывает очень обидно до того как я завел хозяйство здесь у соседей вообще не было никаких не кур ни гусей чтобы выпустить там допустим свою птицу на улицу ну я имею ввиду на траву на балку так и речи не могло быть все держали их в клетках закрытыми но с тех пор как мы здесь сюда переехали все завели птицу уток гусей кур она все мешается мне это не нравится мне приходится содержать всех отдельно потому что у меня крупная породная птица так что вот так а до этого лишь говорю пока мы не переехали никто ничего не содержал мне задавали вопрос а как твои куры гуляют по траве ты не боишься но сейчас уже никто не боится это немного и отвлекся в общем вот это мускусные утки здесь три утока и осталось 8 уточек одного утока буду убирать кто поблизости кому интересно буквально можете приехать если вам нужно так приобрести его или подвезу в одессу или по дороге в одессу не вопрос если кому-то нужен поблизости передавать другой город не буду так что можете приезжать одного утока забирать двух утоков на 8 уток с головой хватит мне они работают все очень хорошо поэтому утки неслись но естественно после того как я их сюда перед перетащил они перестали нестись понеслись еще два дня буквально и в раз перестали нестись а вот гнезда им поставил вот такие вот ждем когда они уже пройдет у них стресс и они занесутся здесь им тоже хорошо здесь просторника для них я их буду выпускать чередовать с другими клетками поэтому все у них будет хорошо птичка есть сейчас на себе корма травы тоже им нарвал дожди у нас опять немножко не грозноватые но это как всегда поэтому вот так вот рассказал вам показал сейчас покажу вам как моя птица по коридору идет вверх и там идут с ними цесарки но это нормально у нас сейчас мне надо тратить время сейчас сразу же за цесарками придет соседка и попросит скажет ну пожалуйста ну не то что пожалуйста выгони и мне придется тратить время чтобы их выгонять но когда мои утки туда заходят то никто особо не парится и они там сидят пока я сам не подойду и заберу их не выгоню могут даже жить там пока если я поздно с работы приезжаю они могут там заночевать я же всегда стараюсь выгонять или ловить перебрасывать через сетку чтобы чтобы люди не беспокоились что они где-то пропали и не искали их или это индюки или же это цесарки или петух постоянно приходит ко мне причем у меня все петухи такие красивые старался таких красивых оставлять а у них обычный черный мне не нравится что он ко мне ходит ну вроде бы их прикрыли прикрыл его потому что потому что я его не вижу не знаю ну все буду заканчивать такое длинное длинное видео получилось так что друзья мои такая вот история ну все всем спасибо за просмотры ставьте лайки там пишите комментарии обязательно нажимайте на колокола потому что что-то 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 активность на канале упала не знаю чем это связано с тем что люди на огородах скорее всего не хватает тоже у всех свободного времени все всем пока пока для новых встреч на просторах youtube